Всем привет, добро пожаловать на мой бьюти канал снова, меня зовут Юлия Прелл и в сегодняшнем видео мы с вами сделаем вот такой макияж, мне кажется он получился очень даже красивым у нас сегодня. В этом видео я в основном использую свою любимую косметику, которая у меня проверена, которая я знаю хорошо держится на моем лице, которая хорошо подходит мне по всему, по всем характеристикам. И также недавно я зашла в Алту и прикупила там парочку интересных новинок из бюджетного сегмента и ну из люксового можно сказать и так, поэтому если вам нравится косметика и если вы самое главное сейчас делаете макияж также, то будет очень здорово если мы будем сейчас его делать вместе, я лично обожаю смотреть видео о макияже, когда я делаю сама макияж. И в общем да, если вам нравится такой контент, то продолжайте смотреть, но мы начинаем, поехали. Перед тем, как мы начнем, я хочу нанести на губы быстренько свой бальзам от Патрика Та, называется он у нас She's Juicy, этот бальзам он знаете с таким, я бы сказала, очень сильным мятным ароматом и также он очень сильно чувствуется на губах, это мята и соответственно он должен вроде как по идее немного увеличить губы. И не могу сказать, что это мой самый любимый финиш в бальзаме, когда я чувствую, что он увеличивает губы, вот, но в принципе для увлажнения он неплох. Ну вот так лучше, первое, с чем начинаю всегда свой макияж, это естественно брови, и на данный момент у меня любимчик мой в качестве карандаша для бровей, это карандаш для бровей от NUX, называется он Micro Brow Pencil и у меня он в оттенке Taupe. Я немножко рисую вот так вот конец и стараюсь не сильно нажимать на карандаш, когда я подхожу уже к началу брови, таким образом брови не будут выглядеть слишком неестественными. Я предпочитаю также рисовать брови с штрихами, таким образом они смотрятся еще гораздо более естественно в конце. Далее я всегда беру консилер, обычно это консилер от Tarte Shape Tab, и беру маленькую кисточку такую плоскую и немножко редактирую свои брови, чтобы они приобрели более чистую форму. Да, потому что я их не часто выщипываю, и по ходу дела я поправляю свои брови, подрисовывая линии, если они нужны, и также я хочу быть уверенной, что они выглядят одинаково, и в данном случае, мне кажется, у меня это получилось. Иногда, когда мне хочется добавить немного больше активности моим бровям, я использую вот такой гель для бровей от Colourpop, это, мне кажется, даже не новинка далеко ни разу, это что-то, что у них выходило уже, наверное, года два назад. И этот гель у меня в оттенке, если не ошибаюсь, тауп, тауповый оттенок, коричневый оттенок, в общем, он идеально подходит моим бровям. И я просто веду этот гель к концу своей брови. Я небольшой фанат делать брови как аркой, не знаю почему, наверное, это все идет из того, что корейцы, они очень любят делать брови вот именно такой формы, таким образом вы выглядите моложе, вроде как. В общем, иногда я предпочитаю именно такую форму, и мне кажется, эта форма, она вот мне сейчас прям идет. Итак, все, хватит уже о бровях говорить, это не так интересно. А теперь, что касается основы тонального крема, праймера, я сейчас стала очень часто использовать праймер от Milani, который я вам показывала в распаковке новинок из Alty. И этот праймер, он действительно классный на лето, потому что он делает кожу сияющей, он дает ей такой здоровый блеск, мне это очень нравится. И здесь также витамин С и провитамин В5. Как я уже говорила вам при распаковке, он при нанесении выглядит очень таким желтым, но потом он преобразуется в обычный белый оттенок. И, в общем, вы получаете все преимущества этого праймера без желтизны. Вообще, сначала я хотела сделать макияж глаз, а не основу. Он очень вкусно пахнет, такой ванилью какой-то. Это потрясающий аромат, очень приятно чувствуется на лице также. И он не совсем липкий, но он может стать липким, когда он высохнет, потому что, да, чем липче праймер, тем лучше основа, в смысле, тональный крем, он к лицу приклеивается, так сказать. Кстати, сегодня я смотрела видео с Jaclyn Hill, ее новинка, с которой она вышла, ну, вообще выйдет 13 июля, если не ошибаюсь. И это такая красивая коллекция, ребят, дайте мне знать, если вы хотите посмотреть обзор на эту коллекцию. Я знаю, что вы хотите, просто мне хочется быть уверенной, ну, на 100%, потому что я обожаю Jaclyn Hill, и она живет в Тампе. Заказ придет, скорее всего, очень быстро. Я наношу свой праймер, естественно, от Urban Decay. Мой любимый и проверенный временем праймер, обожаю его. Далее, я хочу взять свой любимый-любимый тон от Tom Ford. Пила я его в том самом магазине, который называется Cosmetics, что-то там, Store. Стоил в разы дешевле, чем если бы я покупала его в Sephora. И я, на самом деле, использую его очень часто, в особенности, когда я хочу. Кожа выглядела супер шикарно, чтобы она выглядела очень дорого. Он, наверное, самый лучший из тех, что у меня есть в коллекции. И, в общем, с оттенком я также угадала. Оттенок называется у меня 3.5 Ivory Rose. У меня, опять же, оттенок кожи, тон кожи, вернее, розовый. И он, поэтому, идеально подходит. Я не знаю, ребят, видите вы или нет, но он как будто бы даже сливается с моей кожей. И это просто потрясающе. Я использую кисточку, кстати, от Rare Beauty. Я почему-то поняла, что именно кистью мне нравится гораздо больше носить этот тон, чем спонжем. И, наверное, это все-таки потому, что кистью он как-то равномернее наносится. И спонж, как мы все знаем, может впитать достаточно большое количество продукта. Он очень легко распределяется по коже. И у него также очень приятный аромат, что мне безумно нравится. Иногда я наношу два слоя этого тона, просто чтобы, чтобы наверняка, знаете, скрылись все недостатки, которые у меня есть на лице. Но, мне кажется, даже одного раза это будет достаточно, чтобы кожа лица выглядела хорошо. И еще прикол этого тона в том, что он делает кожу прям вот как будто фильтр на мне, инстаграмный какой-то. Кстати, ребят, я извиняюсь за мой свет, если он скачет в течение всего видео. У меня то свет теплый, то холодный оттенок света в моем видео. Это все потому, что мои софтбоксы, я не знаю, что с ними случилось, то ли они сломались, то ли что-то еще. В общем, свет на них скачет. И меня это очень сильно также раздражает, как и вас, наверное, если вы это заметили в моем видео. А я что-то обязательно с этим сделаю, поэтому извиняюсь заранее. Итак, следующий мой любимчик начала этого лета. Это палетка от Artist Couture. Называется она Supreme Bronze. Эта палетка меня поразила в самое сердце, потому что в ней потрясающий набор нюдовых, нейтральных оттенков на лето. И также в ней просто невероятно красивые шиммеры. Сейчас я вам покажу, как она смотрится внутри. Если вам нравится такая нюдовая цветовая гамма, и вы всегда ищите какие-то новые формулы, потому что формула этих теней, она хорошая. Они очень хорошо растушевываются, и можно сделать также с ними разный макияж. На самом деле, не во всех палетках я замечаю всегда черный цвет, но здесь он есть, и это здорово. И черный здесь, надо сказать, хорошего качества. Он прям черный-черный, то, что нужно. Я очень люблю смотреть на ТикТоки разные техники макияжа, чтобы пополнять коллекцию своих навыков. И сегодня я увидела там очень такой классный макияж, который идеально подойдет моей миндалевидной. Мне кажется, у меня миндалевидная форма глаз. И мне кажется, мы сегодня должны попробовать этот макияж вместе с вами. Первый оттенок, который я хочу взять, называется Baked. Это очень насыщенный коричневый оттенок. Мне кажется, он идеально подойдет к моему цвету глаз. Это, кстати, обычная кисточка, синтетическая. Я получала ее в бьюти-боксе. Я просто хочу сделать такую как линию. Можно даже делать это не совсем аккуратно, потому что все равно мы будем это все растушевывать в конечном итоге. Также девушка провела линию такими же темными тенями в уголке глаза. Если вы слышите, что у нас идет дождь, то у нас действительно идет дождь. Вообще, вчера у нас было что-то мое предупреждение. К нам пришел тайфун Элса, и он благополучно ушел. Он не задел нас, он вроде как должен идти дальше, но мы все еще получаем небольшие остатки от тайфуна в виде дождя. Но вообще сказали, что это будет продолжаться где-то два или три дня. Именно поэтому американцы подчистую скупили все чипсы, всю воду, что-то там кофе, по-моему. То есть запаслись конкретно, потому что во Флориде, когда не знаешь, насколько тайфун может быть вроде как таким безобидным. Но в конце концов бывали случаи, когда тайфуны вроде как были не очень какими-то страшными, но они оказывались очень разрушительными. Поэтому все заранее подготавливаются к этому. Мы немножко растушуем этот хвостик с темными коричневыми тенями. Далее я возьму немного своего консилера от Tarte Shape Tape и возьму кисть также от Sigma под номером F75. И я нанесу консилер этот прямо-таки в уголок глаза. Я возьму ту же самую кисточку, потому что мне кажется, у меня получилось немножко не так, как я видела это в видео. Как всегда, в видео все получается легко и просто, но в жизни не всегда так на самом деле. Поэтому практика, практика, еще раз практика. Если быть честно, у меня не получилось то, чего я хотела, поэтому я сделаю простой обычный макияж с обычной растушевкой. Для этого я хочу начать с оттенка Toasty. Вот этот вот, очень нравится этот оттенок. Я взяла кисточку от Ruffer под номером 14. И я просто хочу немножко нанести этого оттенка в зону, где мы наносим самые наши темные тени, чтобы растушевать их. Такими легкими движениями растушевываю их. Кстати, ребят, если вы не знали, на сайте Ruffer появились опять их популярные сеты. Я взяла сет с кистями, которых у меня нет. Именно 27, но 27 особенно, меня всегда интересовала она. И, в общем, там у них шикарные цены. Если вы хотите попробовать кисти с натурального ворса, то это ваш шанс, потому что они потрясающего качества на самом деле. У них не часто происходит так, что у них прям хорошие такие скидки, но когда это происходит, мне кажется, нужно пользоваться моментом этим. Поэтому я вам сказала. Я беру опять же свою кисточку под номером 15 и легонечко все это растушевываю, взяв самый светлый оттенок, белый. И далее я хочу нанести какой-нибудь красивущий шиммер и нанести его на наш канцеллер от Tarte Shape Tape, который у нас уже есть на наших веках. И мне кажется, смотря на эту палетку, ну все красивые здесь шиммеры, это без вариантов. Я просто не хочу делать макияж супер какой-то золотистый и очень яркий. Поэтому я начну с шиммера под названием Sand, песок. Садаю прямо сюда, в уголок глаза. Я предпочитаю нанести все свои шиммеры, естественно, похлопывающими движениями. Таким образом они хорошо прикрепятся к консиллеру и не будут опадать. И далее, перед тем, как мы закончим макияж наше глаз, я хочу нанести праймер. Я чаще всего использую праймер от Tarte Shape Tape. Я знаю, это очень базовый праймер, каждый о нем знает. Но в дни, когда мне хочется чуть более легкого покрытия, я предпочитаю использовать праймер от Kosas. Это их новый праймер. А сегодня, мне кажется, я хочу использовать праймер от Tarte Shape Tape, скорее всего. Да. Потому что он перекрывает все, что нужно и не нужно. И я использую кисточку от Rare Beauty. Мне кажется, раньше я пыталась растушевать консилеры вот такими движениями. Но правильнее всего растушевывать его именно вот так, похлопывая кистью или спонжем по коже. Естественно, я забыла нести консилеры вот на эту зону. Это важно и на прыщик. И далее, для того, чтобы закончить наш макияж глаз, я смешаю вот эти два оттенка. Светло-коричневый и темно-коричневый. А именно Toasty и Baked оттенки. Я нанесу это на нижнюю часть ресниц. Растушевываю постепенно. Я использую, кстати, кисть от Raffer под номером 01. Далее я хочу взять свою миниатюру от Лауре Мерсия. Это их самая знаменитая пудра. Все, что у нас имеется кремовое под глазами, закрепить этой пудрой. Эта пудра хорошо работает. Она закрепляет макияж на отлично. И он держится в течение всего дня. Хорошо работает. Пользую ее, наверное, каждый день. Наверное, это тоже о чем-то говорит. Я взяла более пушистую кисточку, потому что мы сейчас будем наносить бронзер, румяна и так далее. Хайлайтер, что тоже немаловажно. Естественно, не один день обходится у меня без щипчиков для ресниц. На самом деле, раньше я не пользовалась ими от слова вообще. Но после использования их один раз, я поняла, что они делают большую разницу. Когда дело касается нанесения туши, без щипчиков ресницы будут выглядеть, ну, плохо, скажем так. Поэтому, если, ребята, вы не пробовали еще щипчики для ресниц, то советую вам определенно, потому что это меняет игру, как мне кажется. В качестве туши я буду использовать тушь от By Terry или By Terry. Я использую ее, когда я хочу, чтобы мои реснички были суперобъемными, но при этом выглядели естественно. Я не знаю, что-то в ней есть такое, что заставляет меня ей пользоваться. Видите, насколько, какая большая разница в использовании этих щипчиков. Реснички прям сразу так вверх стремятся, это так здорово. Второй слой, это как раз таки то, что показывает, насколько тушь хорошая или плохая. Даст она вам, даст она какой-то объем или нет. Мне кажется, в данном случае это очевидно, что она дает тот самый естественно выглядящий объем, как мне кажется. Мой следующий фаворит, который я просто обожаю, это палетка от Charlotte Tilbury. Я ее люблю за то, что это тот тип палетки, который позволяет вам сделать макияж даже на бегу. Кстати, помимо того, что эта палетка идеальна для моего цветотипа, здесь даже бронзер мне, вернее, контур подходит просто идеально. Мне очень нравится здесь оттенок этих теней. Он просто шикарно смотрится и сводчится на глазах. Это, знаете, тот самый дорогой шумер, который делает ваш взгляд очень, я не знаю, красивым. Просто, просто красивым. Сейчас, может быть, он не самым лучшим образом показывается вам при таком большом количестве света. Но, поверьте мне, в дневное время он смотрится на пятерку. Я точно помню, что в Charlotte Tilbury продается палетка, маленькая такая. В ней есть цвет этого контура и также хайлайтер. По-моему, тоже самый, если я не ошибаюсь. Многие сказали, что да, это очень красивый цвет контуринга, ну или бронзера. Кто-то сказал, что нет, он выглядит очень грязно при нанесении на лицо. Я считаю, что он выглядит очень даже хорошо. Как будто бы это мои естественные линии затемнения. Я использую, кстати, кейс от Refere под номером 04. Разница видна. Здесь у нас есть контур, здесь нет. И насколько лицо сразу преображается. И вроде такой маленький штрих, когда дело касается макияжа, но он действительно меняет ваш образ в целом. Я уверена на 100%, что я раньше рисовала контур своего досюда. И я не понимала, почему лицо у меня выглядит так странно. На самом деле, чем раньше вы закончите, извиняюсь, чем раньше вы закончите делать контур, то есть не вот здесь, а, допустим, где-то даже посередине, многие так сейчас делают, тем ваше лицо будет смотреться как будто бы более подтянутым. Но я к этому иду, потому что иногда сложно остановиться на середине. К этому нужно привыкнуть, да. Немножко на нос, на лоб. Также, если вы, ребят, посмотрите на себя в зеркало до того, как вы заброндируете вашу нижнюю часть лица, и после, вроде как такой неприметный шаг, когда дело касается брендирования всего лица, контуринга, но он как-то делает ваше лицо более, опять же, будто бы под фильтром, я бы сказала так. И очень красиво, когда вот эта зона, она выделена так же. Мне кажется, это еще больше привлекает внимание, когда лицо так немножко оформлено. Теперь пришло время, правильно, румян. Итак, у меня сейчас, на самом деле, на самом деле румяна у меня столько много, что не могу сказать, что вот это там 100% мой фаворит, потому что каждый румян, они хороши к своему случаю, к своему событию, в зависимости от того, какого стиля макияжа вы поддерживаетесь в данный момент. Я вам уже говорила, наверное, о том, что мне очень-очень зашел цвет румян под названием Luminoso от Milani. Естественно, это не новый оттенок, он старый, он проверенный, и это популярный самый оттенок, если не ошибаюсь, в их линейке. Очень часто использую оттенок этих румян, и также мне очень нравится оттенок румян в палетке от Charlotte Tilbury. Мне кажется, они очень похожи. Ребят, эти румяна, они супер-супер похожи. Это же гамма цветовая, один и тот же оттенок, я не понимаю, почему я раньше этого не замечала. И, мне кажется, это будет идеальным решением нанести оба эти румяна сейчас на щеку, потому что мне хочется посмотреть вообще, правильно ли, я думаю, или нет. Возьмем немножко румян от Charlotte. И это у меня кисть от RufferPod номером 05. Мне кажется, смотрится шикарно. Очень освежающий оттенок, это факт. Еще он имеет в себе такие небольшие мелкие блесточки. И на эту щеку я хочу взять, естественно, оттенок Milani Luminoso. Дайте знать, ребята, мне, видите ли вы разницу между этими двумя оттенками румяна или нет. Мне кажется, она минимальна, на щеках. Определенно, Milani не более такой сияющий финиш. А этот от Charlotte Tilbury, он гораздо более спокойный, как мне кажется. Но оба они смотрятся очень классно на лето, прям идеально. И в качестве хайлайтера я хочу использовать хайлайтер от Charlotte Tilbury из 2 палетки. Я не знаю, этот хайлайтер, он не какой-то особенный, но тем не менее, мне он нравится. Смотрится очень, я бы сказала, естественно. Но при этом мне нравится, как он смотрится на моей коже. Подходит под любой образ, под любой макияж. Немножко на нос, естественно. На днях я зашла в Алту. Именно поэтому я прикупила там парочку новых помад. Потому что, конечно, помад у меня очень мало в моей коллекции. Это был сарказм. Я купила две помады от Juvia's Place. Ни разу не пробовала ее формулу. Слышала, что помада ее очень долго держится. И у них отличная формула, что, в принципе, меня и подкупила. Я взяла два оттенка. Первый называется оттенок Lady. Нюдовый коричневый. У меня нет в моей коллекции. Как это ни странно, никакого нюдового коричневого оттенка. Я взяла, естественно, розовый оттенок под названием Chic. Это, наверное, тот оттенок, который меня привлек больше всего. И мне кажется, я сегодня хочу использовать именно этот оттенок под названием Chic. Я возьму карандаш от Colourpop в оттенке Golden Beach. Это из их коллекции Barbie. Таким образом смотрится помада от Juvia's Place. Потрясающий, красивый оттенок. Знаете, ребят, это тот оттенок, который я искала очень долгое время. Мне он очень нравится. Это вот тот самый идеальный кольный розовый оттенок, как мне кажется. Супер. Я это сделала. Я нашла свой идеальный розовый оттенок на каждый день. Помада чувствуется, кстати, очень комфортно на губах. Она кремовая, но при этом нет такого ощущения, что она вот-вот отпечатается на моем стакане с водой. Очень приятная формула. И мне кажется, он супер хорошо подошел к данному образу. Я в восторге. Она стоит 14 долларов, что прекрасная цена для такого качества. Поэтому я в восторге попробовать, может быть, даже еще парочку оттенков из этой коллекции. И последнее, что я хочу сегодня протестировать, это не новинка-новинка, потому что это давно уже вышло на рынок. Это факт. Это спрей от Benefit Porefessional. Я много о нем слышала, очень хороших отзывов. В том плане, что он действительно делает так, что макияж остается на твоем лице весь день. И я взяла маленький размер, потому что, естественно, хочется посмотреть, насколько этот спрей хорошо работает или нет. Я в шоке, ребята, если честно. Но этот спрей даже не чувствуется на лице, когда я пшикаю. И очень даже возможно, что я куплю полную версию, потому что мне нравится, как он чувствуется на моем лице в данный момент. Наверное, последнее, что я хочу сделать, это нанести какой-нибудь красивый шиммер в уголки глаз. Я об этом забыла как-то. Я использую шиммер из плетки Charlotte Tilbury. Последнее, наверное, хочу все-таки подвести слизистую совершенно немножко. Да, наверное, все-таки коричневым карандашом. И мне кажется, это все. Такой у нас получился сегодня немножко вечерний макияж. Просто потому, что я выделила свою слизистую. Но на самом деле, ребята, причина, почему я в этом платье сегодня, потому что у меня здесь вскочил прыщ. И он вскочил прямо-таки, когда я хотела снимать сегодня. Поэтому мне пришлось одеть что-то вроде такого. Именно поэтому макияж сегодня у нас полностью получился, как мне кажется, на выход. Вот, именно из-за платья. Мне кажется, я бы сейчас даже куда-то пошла. Если бы у нас не было дождя и так далее. Поэтому дайте мне знать, насколько вам понравился макияж сегодня наш. И я очень хочу верить, что это видео вам понравилось. Даже такой формат просто крашусь на камеру. А потому что я давно не красилась на камеру. Это факт. Извиняюсь. Поэтому сегодня, наконец-то, это случилось. В общем, в скором времени мы с вами будем наблюдать большое количество новинок косметики. Джеклин Хилл выходит с ее новой коллекции, лимитированной коллекции косметики. Хода Бьюти выходит у нас также с новой коллекцией хайлайтеров и ее румян. Анастасия Бавролия Хилл выходит также с коллекцией стиков. То есть, много сейчас чего появляется нового на рынке. Это здорово. Поэтому я буду держать вас в курсе. И в скором времени мы увидим большое количество новой косметики. И, естественно, я поскорее хочу вам уже показать все эти новинки. И попробовать их на камеру для вас. Поэтому, да, ребят. Спасибо еще раз за просмотр этого видео. Надеюсь, что ваша неделя проходит хорошо. Скоро пятница. Но я, как всегда, хочу пожелать вам хорошего дня, прекрасного настроения, идеальных дней, когда у вас получается макияж. Это важно. Не прощаюсь. Ваша Юля. Всем пока.